В эфире утренняя информационная программа. С вами Алмаз Ашим. Доброе утро. Если не решить вызовы безопасности, то азиатский век процветания может превратиться в азиатское смутное время. Президент Казахстана прокомментировал вызовы, с которыми сталкивается восточная часть евразийского материка. Тему «Востока» обсудили на площадке дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. На пленарной сессии выступил Касым Жумар-Тукаев. Глава государства поделился своим мнением о том, как избежать негативных сценариев. Подробнее расскажет Иван Тулинов. Президент Казахстана приехал по приглашению Владимира Путина. Борт приземлился в аэропорту Сочи в день пленарного заседания. В этом году темой для обсуждения на площадке клуба «Валдай» выбрана роль «Востока» в современном мироустройстве. Перед тем, как представить свою точку зрения, президент Казахстана провел встречу с главой России. Тот темп и содержание, которые были заложены первым президентом нашего государства, с султаном Абишевичем Назарбаевым и вами, он выдерживается, сохраняется. Остается лишь наполнять новым содержанием, поскольку жизнь не стоит на месте, сотрудничество между нашими странами. И, конечно же, решать те вопросы, которые появляются или все же оставились от прежнего времени. Я готов к этой работе и думаю, что мы поднимем планку нашего сотрудничества, которое, по сути, является стратегическим партнерством, а также союзничеством на новый уровень. Касым Жумартукаев и Владимир Путин обозначили, что вдаваться в детали двустороннего сотрудничества нет необходимости. Она успешна, а возможность обсуждать текущую повестку дня представляется регулярно. Планы дальнейшего развития очень хорошие. Есть и совместные проекты, и области сотрудничества, и традиционные, и высокотехнологичные. В общем, нам нужно держать руку на пульсе, конечно, и, безусловно, поддерживать усилия наших коллег на отраслевом уровне, на министерском уровне, что мы с вами, собственно, постоянно и делаем. Я хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше приглашение, приехали для участия в дискуссиях Международного Валдайского клуба. Президент России также подчеркнул, в рамках форума будет полезно услышать оценку Касым Жумартукаева о сегодняшнем состоянии взаимоотношений на международной арене. Горный воздух, тишина и полное спокойствие. Здесь, на высоте 1400 метров над уровнем моря, проходит заседание дискуссионного клуба Валдай. Второй год место остается неизменным, а вот площадка с форматом экспериментирует. В этот раз для обсуждения вопросов мировой политики и экономики приглашены главы государства. Вместе с президентами Казахстана и России в большом разговоре приняли участие главы Азербайджана и Ордании и Филиппин. Пленарная сессия прошла под темой мировое устройство «Взгляд с Востока». Казахстанская точка зрения вызывает особый интерес, так как Касым Жумартукаев представил свое видение не только как президент, но и как эксперт в этом вопросе. Его профессиональная карьера была напрямую связана с азиатским регионом, где он продолжительное время учился и работал. Президент отметил, весы мировой экономики начинают перевешивать в сторону Азии, где проживает 60% населения Земли, находится 21 из 30 крупных городов мира и приходится уже больше 50% мирового ВВП. Казахстан использует такой расклад в своих интересах, прежде всего участвуя в инфраструктурных проектах. У нас имеется инфраструктурная программа, которая называется «Нурлужол» или «Светлый путь». И она тесно сопряжена с китайским проектом «Поясы и пути», не говоря, конечно, о том, что мы рассматриваем эту программу как часть евразийского экономического пространства и работаем в этой сфере непосредственной близости с Россией. Мы резонно позиционируем себя как транзитный и торговый мост между Европой и Азией. В современном мире, помимо освоения и продажи природных ресурсов, приоритетными становятся транспортные и логистические услуги. Казахстан в течение двух лет планирует получить более 5 миллиардов долларов дополнительно в бюджет именно в этой сфере. Регион сталкивается с тенденциями, вызывающими тревогу. Президент выразил обеспокоенность в связи с разбросанными по Востоку многочисленными конфликтными точками и гонкой вооружения, в том числе ядерной, достигшей крестической черты. По словам Касымжумар Татукаева, в решении вопроса поможет восстановление доверия между основными региональными игроками. Казахстан оберен сыграть в этом свою роль. Необходимо искать действенные формулы против фрагментации безопасности в Азии. Сегодня мы видим, к сожалению, лоскутное одеяло из различных двусторонних альянсов, региональных и субрегиональных институтов. Как говорят в Китае, в Азии спят в одной кровати, но видят разные сны. Поэтому в качестве председателя совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в предстоящие два года Казахстан намерен активизировать контакты с другими многосторонними институтами. Влияние на ситуацию в регионе оказывает и в меняющийся климат. Последствия, которые наблюдаются в связи с глобальным потеплением, могут привести к смещению интересов. И главным природным ресурсом на территории Центральной Азии может стать не нефть, а вода. Фокус противостояния в Азии может сместиться в сферу контроля над источниками пресной воды. Хорошо известно, что эта тема входит в число потенциальных факторов дестабилизации и в регионе Центральной Азии. Другими словами, справедливое распределение водных источников, доступ к чистой воде – это, по сути дела, один из вызовов безопасности Центральной Азиатского региона. В этой непростой обстановке Казахстан делает ставку на последовательную совместную работу с соответствующими государствами региона, с международными организациями с целью недопущения конфликтных ситуаций. Касымжи Мартукаев также прослеживает возрождение эпохи Холодной войны. И если раньше с появлением этого термина в основе противостояния лежали идеологические мотивы, то сегодня на смену им пришли более практические действия, в их числе продвижение торговых интересов и борьба за рычаги влияния на будущий экономический порядок. Глава государства подчеркнул, решение проблемных вопросов должно происходить совместными усилиями, причем необходимо наращивать сотрудничество не только между азиатскими странами, но и между Востоком и Западом. Без комплексного решения многогранных вызовов безопасности азиатское экономическое чудо может оказаться колоссом на глиняных ногах. Без коллективных усилий вместо азиатского века процветания можно получить азиатское смутное время с мрачными последствиями для всего земного шара. Построение эффективной архитектуры безопасности на Востоке невозможно без взаимодействия с Западом. Казахстан неоднократно предлагал наладить взаимодействие между совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии и ОБСЕ, чтобы использовать потенциал этих форумов на благое дело. Заседание клуба проходит в течение четырех дней. Участники обсуждают главные темы мировой повестки дня. Валдай — это площадка, на которой можно делать смелые заявления, так как основная работа проходит в закрытом режиме, в формате чат-эм-хаус. Публичная — только заключительная часть, в которой участвуют главы государств. Основная идея, которой пришли участники по итогам встреч, заключается в том, что мир вступает в эпоху, которую можно назвать международной анархией, когда каждый действует по своему усмотрению. Президент России это мнение разделяет. Да, действительно, такой сценарий возможен. Но он таит в себе, безусловно, много угроз, мы все это понимаем. Хочется надеяться, что как бы сложно не выстраивались отношения между государствами, сколь опасными бы ни были правовые лакуны, например, в области ядерных и ракетных вооружений, мировой порядок, основанный на ключевой роли международного права, будет трансформироваться, но сохраниться. И мы все будем работать над тем, чтобы его защитить. Другой путь, безусловно, очреват глобальными катастрофами практически для всего человечества. Участие президента Казахстана в таком неофициальном событии дает возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам. Кроме того, подобного рода контакты приносят практическую пользу. Заседание Валдайского клуба – это очень хорошая возможность пообщаться с известными, влиятельными мировыми экспертами, потому что в заседании клуба участвуют не просто известные, популярные эксперты в своих странах, но и, самое главное, влиятельные эксперты, которые участвуют в процессе выработки определенных решений. И через дискуссию, через обсуждение с этими экспертами есть возможность донести актуальную позицию страны. Позиция Казахстана была сформулирована четко. Перед странами Азии стоит выбор добиться взаимного сотрудничества и совместно работать, в том числе над развитием человеческого капитала и наращиванием инновационного потенциала, или перейти в состояние обособленности и тратить свои силы на борьбу с экстремизмом, терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией. В это воскресенье казахстанские педагоги отметят профессиональный праздник – День Учителя. Профессия, на которой, по сути, держится наше общество, потеряла былой престиж. Отношение к работникам образования, нагрузка в силу постоянных реформ, не совсем высокие оклады – все это делает профессию менее привлекательной. Но не перевелись еще люди, для которых она стала призванием и делом всей жизни. Продолжит тему Елена Устюмович. Моя мама всю жизнь проработала в школе, повлияла на меня, вот это вот привило любовь к чтению, к книгам, да. Почему звонок такой необычный? Ну, чтобы поднять настроение. Звонки в столичных школах сегодня совсем другие, но главное в храмах знания осталось неизменным – это любовь к детям. Взамен учитель получает массу взаимных чувств, поделиться которыми так стремятся ученики. Мне нравится моя учительница, Жуду-Самокузе. Она преподает английский язык, но она нам не преподает. Мы в другой группе. Я ее люблю, потому что она добрая, и она всегда может помочь в трудной минуте нам. Моя любимая учительница – это Жумба Самамболовна. Она очень тихая и может нам все объяснить. При этом она может успокоить весь класс. Гульнар Ахметова работает с детьми около 20 лет. Она и сама из многодетной семьи, и заботиться о младших для нее привычно. Кроме того, педагогом всю жизнь работала и мама. Таким образом, выбор профессии перед Гульнар даже не стоял. Ученикам подняли настроение этим звонком, а учителя как поднимают настроение, как расслабляются? Мы тоже бодрствуем. Эта мелодия настраивает нас на позитив. Заходим с улыбкой. Самое главное – установить доверительное отношение с детьми. Современная система образования открыла перед школьниками большие возможности. Обновленное содержание позволяет обращаться с детьми свободно. Больше никаких оценок и страх от вопроса родителей. Что сегодня получил в школе? Дети уже не боятся ошибиться. Они откровенно говорят, что не поняли, в чем у них сложности. Стать руководителем собственного научного проекта сегодня может даже первоклассник. А что же говорить о старшем звене? Здесь каждый второй молодой ученый. И все с подачи педагога. Он и тему подскажет, и задумку поможет реализовать. Мы довольно часто работали с моей нашей классной руководительницей, так как проект довольно сложный. Иногда требовалось помощи. А в основном подбор слов надо было это все отсортировать, составить презентацию. Работа учителя связана с нервным напряжением, поэтому нужно быть стрессоустойчивым и терпеливым, считают сами педагоги. Внимательность, доброта, тактичность, справедливость – характеристики уже идеального специалиста. Общую картину дополняют мнения самих учеников. Учитель должен притягивать интерес к своему предмету. Как по мне, учитель должен быть строгий, без дисциплины, невозможно добиться идеала. Для меня учитель должен быть грамотным и отзывчивым к детям. Основная задача наставника – открывать новые знания ученику. Первая буква, слово, первая самостоятельно прочитанная книга. И, конечно, первый учитель. Его невозможно забыть. Вы помните своего первого учителя? Конечно, конечно, я помню. Ее зовут Мария Ивановна. Это она всю жизнь осталась, такой прекрасный человек. Разве его забудешь? Она нам столько добра сделала. Елена Устимович, Ерзат Зейдхан, Хабар, 24. Дело не в деньгах. Статус педагогов будут повышать не только за счет материального стимула. Об этом журналистам рассказал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. Уже ведется соответствующая работа над законопроектом. Речь идет о снижении нагрузки для преподавателей и освобождении их от бумажной волокиты. Иначе поднять престиж профессии учителя не получится, отмечает министр. Следовательно, повысить качество образования и решить проблему нехватки кадров в учебной сфере будет невозможно. Что касается дефицита кадров, на сегодня особо остра проблема стоит в северных регионах. Для того, чтобы решить эту проблему, необходим комплекс мер. Это системные должны быть мероприятия, только за счет принятия какой-то одной меры эту проблему решить невозможно. Поэтому в этом законопроекте как раз и предполагается принятие комплекса мер, начиная от материальных стимулов, нематериальных стимулов, повышения оплаты, снижения нагрузки и так далее. Мы полагаем, что все эти меры позитивно отразятся на деятельности педагогов. К слову, в магистаутских школах наблюдается дефицит педагогов-предметников. На сегодняшний день открыты более 25 вакансий. В областном управлении образования отметили, что не хватает учителей русского языка в классах с казахским языком обучения. Решить вопрос местные власти пытаются за счет образовательных грантов Акима области. В прошлом году было более 100 вакансий. К нам на работу пришли молодые специалисты. Гранты на бакалавриат были выделены по 17 специальностям в приоритете педагогические профессии. Свой профессиональный праздник отметят без малого 13 тысяч школьных учителей в Западно-Казахстанской области. Как выяснилось, особого дефицита педагогических кадров в регионе нет. К примеру, только за последние три года из бюджета области было выделено почти 130 грантов на педспециальности. Но директора школ, особенно с казахским языком обучения, говорят, что остаются вакантными места учителей русского языка и литературы. Практика показывает, что филологи предпочитают работать по другим специальностям. К примеру, в 42-й гимназии, где обучаются свыше 2000 детей, эти два предмета преподают учителя-пенсионеры. С этой проблемой я сталкиваюсь последние три года. Преподавателей русского языка я нашел только в конце августа, за несколько дней перед учебным годом. Особенно в сельских школах не хватает филологов. Этот вопрос решается. Учителя работают по совместительству в нескольких школах. Также приглашаются педагоги, находящиеся на пенсии. В сельские школы привлекаются специалисты по программе с дипломом в село. Казахстанские учителя поддерживают инициативу о раннем выходе на заслуженный отдых. Однако, по их мнению, у педагогов должен быть выбор – продолжать любимое дело или же уйти на пенсию. Подробно об этом Айсулу Махмутова. Имя Айткин Абишева хорошо знакомо жителям Жамбылской области. Здесь его знают как одного из лучших директоров школ. Под руководством педагога с большой буквы учебное заведение в Турар-Рыскуловском районе стало самым лучшим. Коллективу здесь предъявляются высокие профессиональные требования. Если оглянуться назад в прошлое, то я с детских лет мечтал стать педагогом. И моя мечта сбылась. С одной стороны, сложно быть учителем. Это ответственная работа. С другой же, процесс этот увлекательный. Нужно всем сердцем любить свою работу. Иначе не сможешь быть учителем. Я порой откладываю домашние дела, мчусь на работу, так как на моих плечах большая ответственность. Ну а за плечами Жанат Суэнтаевой из Ак-Тубе 40 лет преподавательского стажа. Вот уже три года женщина на пенсии. Но провожать на заслуженный отдых одного из лучших специалистов руководство 24-й гимназии города не торопится. Такие учителя говорят, сегодня на вес золота. И как мы с вами будем говорить, что же важно в этой жизни. Под руководством Жанат Сатановны ученики добиваются высоких результатов на конкурсах разных уровней. А молодые специалисты успешно проходят любовью к профессии. В скором времени, уверена педагог со стажем, интерес к этому делу у молодежи возрастет. Множество приятных моментов обещает новый законопроект. Они будут знать, что их ждет впереди, что они будут материально обеспечены, что у них будут какие-то привилегии, можно так сказать. И будет уверенность в завтрашнем дне. Нелегкий труд, он отнимает много сил, энергии у педагога. Раньше было, если у тебя был стаж 25 лет, то человек, учитель мог спокойно уйти на пенсию. Мне кажется, вот такие моменты все-таки нужно вернуть. Найти достойную замену педагогам советской закалки не так уж просто, считают тем временем родители школьников. По их мнению, именно такие учителя предопределяют будущее подрастающего поколения. Такие учителя достойны похвалы, уважения, поскольку все-таки советская закалка. Им есть чему научить наших детей. Это знание, в первую очередь, это опыт. И поэтому хотелось бы в дальнейшем, чтобы моим детям преподавали именно учителя такого уровня, такого масштаба. Впрочем, пока отпустить пенсионеров на заслуженный отдых не получается. В регионе наблюдается кадровый дефицит. Свою лепту в решение проблемы вносят вузы, которые обеспечивают рынок труда, в том числе преподавателями смежных предметов. Вместе с тем, с каждым годом увеличивается количество образовательных грантов на востребованные специальности. У нас открылись двойные специальности. Физик-математик, химбиолог. Такой педагог может преподавать сразу два предмета. Опять же, только за одной географией к нам не приходят. Значит, даем возможность обучиться на историках географа. То есть, стараемся соответствовать требованиям современного общества. Проблему дефицита учителей в регионе чиновники от образования надеются искоренить в течение двух-трех лет. 25% учителей в Англии работают более 60 часов в неделю. Исследования показали, что педагоги в среднем трудятся дольше, чем их зарубежные коллеги. В научном докладе Института образования университета UCL говорится, что пять лет правительственных инициатив по сокращению чрезмерной рабочей нагрузки не дали никаких результатов. Кроме основной работы, английские учителя обязаны маркировать, планировать уроки и заниматься администрированием. Летом, во время сезона экзаменов, они работают до 50 часов. Это на 8 часов больше, чем у учителей в сопоставимых промышленно развитых странах ОСР. Оплата труда тоже не соответствует нагрузке. Стартовая ежемесячная зарплата учителей в Лондоне – 2340 фунтов стерлингов. Это около 1 миллиона тенге. Расходы на жизнь, особенно в Лондоне, очень высоки. Особенно аренда жилья. Учителя не могут себе позволить купить квартиру. Я думаю, что новому правительству необходимо сконцентрировать свое внимание на повышении оплаты труда. Ведь многие оставили свою работу отчасти из-за того, что зарплата и нагрузка несопоставимы. Хотя есть и свои плюсы профессии – стабильность и понятная перспектива роста в карьере. Кроме того, учителя могут стать участниками пенсионной программы и обеспечить свое будущее. Многие из них главным преимуществом своей работы считают возможность передавать детям знания и любовь к предмету. Желание и стремление сиять добро движет нашими учителями. Созидательность профессии приносит настоящее удовлетворение от результата. Мы всегда остаемся молодыми душой, потому что нас заряжает энергетика дерзких и пытливых умов. И еще учителя должны сдавать экзамены, чтобы соответствовать государственным стандартам и поддерживать рейтинг школы. Такой подход помогает обеспечивать высокий уровень образования, хотя иногда и загоняет в жесткие рамки педагогов с нестандартным и творческим мышлением. Холмжан Хараманла, Великобритания, Лондон, специально для Хабар-24. Более 9 миллиардов тенге перечислили в прошлом месяце казахстанцы за обязательное социальное медицинское страхование. До введения новых стандартов осталось меньше трех месяцев. Какие суммы накопились на счетах фонда, расскажет Индира Тикжанова. Индира, вам слово. Спасибо, Алмаз. Уже в следующем году расходы на медицинские услуги населению в Казахстане увеличат в среднем на 50%. И в большей степени произойдет это за счет введения обязательного медицинского страхования. Общая сумма отчислений в фонд социального медицинского страхования за эти два года превысила 214 миллиардов тенге. Свыше 95% всех средств отчислили работодатели. Взносы индивидуальных предпринимателей составили около 9 миллиардов, это чуть более 4%. Наибольшие суммы поступают из Алматы, Нур-Султана, а также из Карагандинской области. По данным фонда, средства хранятся в Национальном банке и со следующего года деньги направят на оплату медицинских услуг. Ожидается, что в 2020 году общий объем закупок медицинской помощи вырастет в полтора раза, достигнув полтора триллиона тенге. Треть из этих средств составит пакет обязательного медицинского страхования. Свыше миллиарда тонн продовольственных товаров на планете люди ежегодно выбрасывают в мусорные контейнеры. Это практически треть всех производимых продуктов питания. По данным ООН, из-за такой нерациональности глобальная экономика ежегодно теряет порядка триллиона долларов. Всего в мире ежегодно производят около 4 миллиардов тонн продовольствия. Отмечается, что при более разумном использовании и распределении этого могло бы хватить на всех жителей планеты. Программа ООН предлагает сократить объемы отходов при помощи таких мер, как изменение условий хранения продуктов. К новой компании уже привлекли известных шеф-поваров с мировым именем. Строительство одного квадратного метра жилья в Казахстане в среднем обходится в 103,5 тысяч тенге. Фактическая стоимость работ по сравнению с прошлым годом немного подешевела, составив порядка 792 миллиардов тенге. Что касается объемов строительства, то они возросли. В этом году в денежном эквиваленте показатель превысил 2 триллиона тенге. Среди регионов наиболее активно строят жилье в Атыравской области. В целом работы и услуги обошли жителям в 450 миллиардов тенге. На второй и третьей строчке столица нашей страны и Карагандинская область. В России черное золото начали продавать в евро. Компания «Роснефть» выставила на тендер свою продукцию, попросив потенциальных покупателей оплачивать партию сырья именно в этой валюте. Всего планируется продажа порядка 100 тысяч тонн черного золота. Платежи за судовое и дизельное топливо компания также принимает в евро. Напомню, традиционной валютой для операций с нефтью в мире по-прежнему остается доллар, однако российский нефтяной гигант меняет подходы. Происходит это на фоне санкций, введенных Машингтоном в отношении России, Ирана, Китая и Венесуэлы. Добавлю, что соседние государства – основной поставщик нефти и газа в Западную Европу. Во Франции выставят на торги картину одного из самых дорогих художников в мире – Поля Гогена. Организаторы аукциона планируют выручить за нее до 7,5 миллионов долларов. Полотно известного художника-импрессиониста изображает красочный пейзаж. Оно было написано в 1897 году, когда автор жил на Таити. Проведение торгов намечено на начало декабря. К слову, это работа единственная, находящаяся в частной коллекции. Все остальные картины экспонируются в музеях и галереях. Творение Поля Гогена на сегодня – одни из самых продаваемых в мире. В 2015 году его произведение – живописи под названием «Когда ты выйдешь замуж» ушло с молотка за 300 миллионов долларов. И в завершении выпуска информация с казахстанской фондовой биржи. Курс по итогам последних торгов составил 389 тенге 23 тый на за доллар США. Алмаз, это были все деловые новости к данному часу. У меня все, передаю эфир вам. Да, у нас есть еще информация и продолжим прямо сейчас. В Индии перевернулось судно. ЧП произошло на востоке страны. В результате трагедии погибли 7 человек. Еще полсотни пассажиров ищут спасатели. По данным издания Times of India, инцидент случился на реке Махананда. На борту находились более 70 человек. Перегруз судна стал причиной случившегося. В Париже появились новые подробности нападения на полицейский участок в центре Парижа. Мужчина с ножом, убивший 4-х человек, оказался слабослышащим программистом, который работал в этой же префектуре. Отмечается, преступник имел доступ к секретным данным. Французские СМИ сообщают, что нападение совершил 45-летний Микаэль Арпон, уроженец Карибского острова Мартиника. В полицейский участок он зашел с кухонным керамическим ножом, поэтому оружие осталось незамеченным металлоискателями. Нападавшего нейтрализовали другие силовики. В преддверии дня учителя Франция простилась с директором школы из пригорода Парижа. Несколько дней назад 58-летняя Кристин Ренон отправила письма своим коллегам, руководству, затем покончила с собой прямо в здании учебного заведения. В день похорон Кристин в департаменте, где она работала, половина школ были закрыты. Учителя устроили забастовку против условий труда, которые привели к отчаянному жесту педагога. Перед зданием дирекции образования Сен-Сан-Дени прошла большая манифестация, во время которой собравшиеся почтили память ушедшей из жизни учительницы, а также выступили в защиту своих прав. По их словам, после проводимых реформ особенно тяжело приходится педагогам из неблагополучных районов. Они вынуждены все меньше времени уделять ученикам и все больше заниматься административной работой. Зачастую учителя является единственным представителем государства, которое отстаивает права детей из неблагополучных семей. Активисты потребовали отставки министра образования. Да, я из того же города, откуда моя погибшая коллега. Я там работаю, и я ее знала. И это наша каждодневная действительность. Это наш ад, в котором мы живем ради наших учеников, и в котором мы боремся за наших учеников. Потому что главное – это дети. Мы приспосабливаемся ко всему, но однажды не выдерживаем, как наш коллега-боец. Нужно, чтобы это изменилось. Это однозначно поступок осознанный, поскольку он был подготовлен. Это не то, во что нас заставляет верить. Медиа говорят, что причина была в семье, но перед тем, как это сделать, она отправила письма директорам школ и затем покончила с собой. Это поступок, которым она хотела сказать, что условия работы невыносимы, и она поустрашена через несколько недель работы. И я надеюсь, это не будет искажено властями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Два человека погибли в Шамалгане в дорожно-транспортном происшествии. Автомобиль слетел в кювет и утонул в реке. Оба скончались на месте. Машину извлекли из воды с помощью спецтехники. Полицейскими начато досудебное расследование. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И отпущены домой. Обстоятельства аварии выясняются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сильный пожар случился в Алматы. Возгорание гаража с переходом на соседнюю пристройку произошло в Алмалинском районе. По словам спасателей, от огня пострадала автомашина и жилой дом. Предварительная площадь пожара – 200 квадратных метров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жилой дом горелый в Кокшетау. Пожар произошёл в частном секторе по улице Корчагина. Огнём было охвачено 30 квадратных метров. Причина возгорания и суммы ущерба устанавливаются. Жертв и пострадавших нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще один пожар произошёл в Кокшетау в многоэтажном жилом доме по улице Ауэзова. Возгорание случилось в квартире на седьмом этаже. Из-за огня спасателями было эвакуировано 28 человек, среди которых 8 детей. Причины пожара устанавливаются специалистами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два подпольных игровых зала обнаружили в Шустском районе Жамбылской области. Незаконный горный бизнес организовали. В ходе оперативно-розыскных мероприятий ответственные органы конфисковали 15 компьютеров и 13 процессоров. Пресечь незаконный горный бизнес помогли установленные факты совершения тяжких преступлений лицами с игровой зависимостью. Виновные лица предстали перед судом. С начала года по области в единый реестр досудебных расследований всего зарегистрировано один из фактов организации незаконного и горного бизнеса. Из них 10 дел преданы судом. В настоящее время осуждено двое граждан к различным видам наказания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Туркестанской области полицейские нашли угнанный автомобиль стоимостью более 20 миллионов тенге. Джип был похищен у гражданина России в поселке Жебекжолы Сарагашского района. В ходе розыскных мероприятий удалось задержать подозреваемых. Ими оказались двое братьев из Шимкента. Кроме этого, оперативниками найдены пять ранее похищенных дорогих авто. Среди них внедорожник, угнанный в городе Липецк Российской Федерации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжим. В Букердинском районе Западно-Казахстанской области перезахоронили останки 15 солдат Великой Отечественной войны. Обнаружены они были два месяца назад в 15 километрах от села Сайхин. По отличительному знаку, якорю на пуговицах формы, поисковики предположили, что погибшие были морскими пехотинцами. По историческим данным, 4 октября 1942-го эшелон с личным составом Тихоокеанского флота, отправившись в Сталинград, подвергся атаке вражеских самолетов. 38 моряков погибли. Их тела были сброшены в воронки от бомб. Сегодня, через 77 лет, их перезахоронили в братскую могилу. По имеющимся документам, в нашем районе есть немало неизвестных могил. В результате бомбардировки немецкой авиации здесь погибло много солдат и местных жителей. Бакеардинский район был не просто прифронтовой зоной. В нашем районе проходили военные сражения. Больше новостей из регионов на страницах газет, самые заметные статьи. Этим утром вам готовы рассказать Гульнара Хасан. Гульнар, вам слово. Спасибо, Алмаз. Пишут немало интересного. Поговорим о сорванных проектах, фактах коррупции и добросовестных полицейских. Не переключайте. Восточно-Казахстанской области сорвана реализация 15 проектов водоснабжения. Живительной влаги так и не дождались тысячи жителей региона. Некоторые водопроводы до сих пор существуют только на бумаге, хотя деньги за них строители-подрядчики получили в полном объеме. Об этом сообщает областная газета «Устинка Лайф». Причина срыва – вопиющие факты коррупции. Они выявлены прокурорами области в третьем квартале этого года. Нарушения допущены в сфере ЖКХ при реализации госпрограммы «Акбулак». Только в Яговском районе практически сорвано 7 проектов. Три объекта водоснабжения города по документам введены в эксплуатацию еще в декабре прошлого года. Однако не работают до сих пор. Подрядчики уже получили более 40 миллионов тенге. Также не действуют еще 4 водопровода в селах Донинбайка, Па, Мынбулак и в микрорайоне мясокомбината. Оплачено за них 125 миллионов 400 тысяч тенге. Любопытно, что публикация исчезла из электронной версии газеты. Об остальных фактах нарушений предлагаю послушать из первоисточника. В Тарбогатайском районе из принятых в эксплуатацию пяти объектов частично функционирует только один в поселке Тугыл. Здесь из 1100 дворов доступ к водоснабжению имеют меньше половины. При строительстве выяснилось, что в скважинах просто нет воды. Не проведены проектно-изыскательные работы, эксплуатационный запас воды не сделан, химический анализ отсутствует. А значит, не работают еще 4 скважины в селах Асусай, Сареолен, Серегтес, Кокбастау. Один из водопроводов построен вообще в другом населенном пункте. А вот в Ак-Тубе за отказ от взяток поощряют. Антикоррупционная служба области вручила благодарственное письмо полицейскому Осету Зайнулину. Об этом сообщает газета «Диапазон». Сержант батальона патрульной полиции остановил водителя «Лексус» за управление авто в нетрезвом состоянии. А денежного вознаграждения отказался и составил прокол об административном правонарушении. Нарушитель был неугомонен, отыскал номер полицейского и на следующий день вновь предложил деньги. Однако снова получил отказ. Предлагаю послушать, чем закончилась эта история. Спустя промежуток времени на сотовый телефон полицейского инспектора пришло сообщение со словами благодарности. Скриншот перевода 5000 тенге. Осет Зайнулин, оставаясь в верном присяге, незамедлительно сообщил об этом своему руководству. Далее управлением собственной безопасности департамента полиции дело было передано в антикоррупционную службу. На сегодняшний день по решению суда на нарушителя был наложен штраф в размере 200 месячных расчетных показателей. Это 505 тысяч тенге. Доход государства за предоставление незаконного материального вознаграждения. Пока одни боятся лишиться возможности водить, другие за руль не спешат. В столичном автопарке некому работать. О дефиците водителей сообщает газета «Литр». Водители старшего возраста выходят на пенсию, а молодежь не спешит занимать вакансии, несмотря на достойную зарплату. Причина тому – сложные условия работы. Выходить на смену приходится через день. 90 работников автопарка номер один страдают гипертонией. У них за весь рабочий день ни одной минуты перерыва нет. Ни чай попить, ни в туалет сходить, заявил глава профсоюзного центра Нурсултана Тастанбек Ясентаев. Предположительно, это связано с дефицитом водителей общественного транспорта в столице. Даже при зарплате в 230 тысяч тенге люди не готовы переносить тяжелые условия работы. А вот в Североказахстанской области мечтающим о карьере госслужащего придется подождать. В регионе объявлены временные моратории. При этом свободными остаются 309 вакансий. О новостях в области сообщает газета «Устинка.Лайф». Сэкономленные средства Аким региона Кумар Аксакалов поручил направить на повышение зарплат действующим госслужащим. И запретил Акимам использовать сэкономленные средства на другие цели. С начала года из системы госслужбы ушли 211 человек. Отмечается, что низкая зарплата является одной из главных причин текучки кадров в госорганах. Послушаем цитату главы региона Кумар Аксакалова. На этом я завершаю обзор прессы. У нас есть еще информация. Мы продолжим. Казахстанские документалисты вернулись из Сирии, где были сняты уникальные эпизоды к фильму о великом просветителе Аль-Фараби. В следующем году научный мир отметит многовековой юбилей – 1150 лет со дня его рождения. Выходец из Южного Казахстана. Известный философ путешествовал по городам арабского хрифатов и последние годы жизни провел в Шаме, нынешний Дамаск. Создатели первой документальной ленты об Аль-Фараби практически повторили путь легендарного человека и попытались восстановить утраченную связь между древней цивилизацией и современным миром. Именно на казахской земле в городе Атырар, что на берегу реки Арысь, и родился человек, которого затем в научном мире назовут вторым учителем после Аристотеля. С того времени прошло больше 11 веков. Авторы фильма «Возвращение учителя» Сергей Азимов и Галимка Ирмутанов начали обратный отчет времени, чтобы пройтись по следам великого философа и разгадать феномен бессмертия идей и трудов Аль-Фараби. Казахстанские исследователи вместе со съемочной группой построили маршрут из Атырара в Багдад, Дамаск и Алеппо. Это и Аль-Фараби, это и Авиценна, который утверждает о том, что если бы я в свое время не смог бы ознакомиться с трудами Аль-Фараби, я бы не смог понять это мироздание, это и Хоризми, и Бухари. Вы знаете, это был единый мощный научный потенциал тюркского мира. И это мы должны показать так, чтобы это стало понятно и убедительно зрителю. Вот это самая главная задача. В Багдаде и Алеппо Аль-Фараби изучал естественные науки, интересовался астрономией, математикой, логикой, медициной, правом, психологией. И как бы это ни показалось удивительным, он любил заниматься музыкой. В результате написал 160 научных трактатов, которые охватили почти всю средневековую науку. А вот в Шаме, современном Дамаске, он написал свои фундаментальные труды и провел последние годы жизни. Здесь же, в 80-летнем возрасте, он и был похоронен. Казахстан воссоздал в Дамаске мемориальный центр Аль-Фараби. Он захоронен там, где покоятся близкие люди, родственники пророка Мухаммеда. Вот его родственники прямо рядом кладбище Аль-Фараби. И это показывает, то время его ценили. И рядом, близко с родственниками, хоронит человека, который приехал, известно откуда. Это его признание, его заступка. Мир называет Аль-Фараби вторым учителем, ставя в один ряд с Аристотелем. Последний еще в IV веке изложил свое видение о развитии человеческой цивилизации. А спустя пять веков Аль-Фараби развивает его труды как науку и создает собственную методологию. Учение восточного философа в средние века широко распространилось в Европе. Прочите его трактат о добродетельном городе. Абсолютно современные мысли, абсолютно современные рекомендации о том, как должны люди жить в согласии, о том, каким должен быть человек, на которого возложена функция государственного мужа. Так авторы раскрыли феномен Аль-Фараби. Он вечен, потому что труды его актуальны во все времена. Большая часть фильма уже отснята. Его создатели не делали реконструкцию исторических событий, но этот прием они все же использовали, только опосредованно. Одним из героев ленты они выбрали скульптора, уроженца Ацерарского района Насыра Рустемова. Он писал портреты Аль-Фараби и ваял его бюсты. Художник и сам похож на легендарного учителя. Его образ на экране свяжет прошлое и настоящее, с помощью которого Сергей Азимов и Галим Кайргмутанов пытались восстановить утраченные связи – исторические, научные, духовные. Владимир Бовкис, Эдуард Конкин, Ж. Амраев, Алматы, Хабар-24. Казахстанские дизайнеры впервые вошли в официальную программу показов недели высокой моды в Париже. В знаменитом салоне «Ош» наши кутюрье представили две летние коллекции и обе в национальном колорите. О том, что показали казахстанцы и как на это отреагировали профессионалы моды – в репортаже Алии Сыздыковой. Два десятка модных образов на основе самых узнаваемых деталей казахского национального костюма. Вот так в трактовке Айдархана Калиева может выглядеть современный кимишек. Эту коллекцию дизайнер назвал «Пери Тараза», посвятив ее девушкам родного города. Этническая одежда сама по себе в музее или же на театральной сцене. А наша проблема, наша задача, наверное, продвигать одежду, национальную одежду или же одежду кочевников на европейские рыбки. Поэтому были созданы вот такое направление, стиль, который называется неофольклор. Неофольклор в моем понятии – это народная, национальная одежда, наделенная духом современности. Обилие национальных мотивов прослеживается и в коллекции, привезенной Гульнарой Касым. Если Айдархан к парижскому дебюту шел долго и упорно, то его коллеге повезло больше. Работы столичного модельера приметили на неделе моды в узбекском Ташкенте. Я отвезла свою коллекцию в Ташкент, и там мой коллега Айдархан Калиев ее увидел и предложил принять участие в неделе высокой моды в Париже. Я очень рада, рада на таком уровне представлять свои работы. В серии показов парижской недели моды казахстанские дизайнеры стоят, что называется, особняком. Выраженная дань традициям и намеренная театрализация сделана для того, чтобы профессионалы моды познакомились в первую очередь с богатством казахской культуры. Замечательно, супер и аутентично. Мне понравилось, что модели двигались очень медленно, когда ты имеешь возможность подробно рассмотреть все детали костюмов. То, что мы сегодня часто видим, когда человек презентует традиционные костюмы, через них показать свою культуру, передать дух своего народа. Это очень круто. Мы пролетели 30 часов, чтобы поддержать наших дизайнеров. Это очень важное событие, потому что все-таки выходить и показывать нашу самобытную, аутентичную, красивую одежду – это большая честь. Особенно для меня, потому что я живу последние годы далеко за рубежи, в Австралии. Участие в европейских неделях для отечественных представителей модной индустрии в последние годы становится все более привычным. Милан, Берлин, Амстердам. Но почему-то до последнего времени Париж не принимал казахстанцев в рамках официальных недель моды. Теперь этот рубеж преодолен. И дебютанты обещают – одежда «Made in Kazakhstan» непременно будет представлена на главных подиумах мира. Алиаса Здыкова, Бигхан Типсай, Хабар 24, Париж, Франция. На этом закончим. Оставайтесь с нами. До скорого.